Селище Прокуровка-1 так и могло остаться забытым навсегда, если бы не случай. Как позже стало ясно, располагалось оно на месте пруда, что возле силикатного завода. Любознательный школьник, отдыхая возле водоема, обнаружил. Фрагменты керамики старинной и старинные орудия кремневые. Он молодец и умница, это для детей, которые у нас сидят. Он не стал в них играть, не разбросал, а принес на экскурсионно-турецкую тогда станцию. Возраст находок насчитывал более 10 тысяч лет до нашей эры. Именно так утверждают краеведы. Проведя все необходимые исследования, эксперты единогласно... Пришли к выводу, что перед ними материал, который свидетельствует о том, что селище Прокуровка-1 на восточном берегу этого пруда это одно из самых древних поселений человека в Орловской области. Наряду с презентацией экспозиции, горожане также могли увидеть традиционный для нашего региона глиняный промысел. Изделия ручной работы на первый взгляд воспринимаются как обычные игрушки. Но автор Наталья Фролова уверяет, в каждой есть свой сакральный смысл. Вот такая кукла. Казалось бы, делали ее в Чернышино, это деревня недалеко от Новосилия. Крестьянки делали. Крестьянки-то у них наоборот, одежда была такая, что все было закрыто. И вдруг здесь обнаженная грудь. А оказалось, что это знак великой богини еще эпохи неолита. Это великая богиня неба, тогда женская ипостась, это как раз была богиня неба. Она отвечала за дождь, за росу. Дополнила экспозицию своими работами известная орловская художница Жанна Трабинская. К вниманию орловчан заслуженный работник культуры представила личную коллекцию прикладного искусства, которую, кстати, собирает на протяжении 40 лет. Состоит она из предметов жизненного обихода селян, гончарных изделий, а также народной вышивки. Уникальная скатерть бывшего главного художника фабрики «Восход» Юрия Матвеевича Медянкина. Вы видите, как он проникся в народное искусство орловщины. И здесь вот он запечатлел очень условные фигуры женщин, цветы, а главное колорит. Колорит типично орловский. Узнать подробную историю экспозиции селищи про Куровка-1, а также увидеть своими глазами глиняное ремесло и вышивку орловчане смогут на протяжении месяца. Андрей Деркач, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.